Медвестник работает на площадке Национального конгресса эндокринологов с международным участием «Персонализированная медицина и практическое здравоохранение». Я с большой радостью представляю Наталью Георгиевну Мокрышева, директор Центра эндокринологии Минздрава России. Мы поговорим о реализации мероприятий в области трансляционной медицины, диагностики, лечения заболеваний по причине нарушения минерального обмена. Наталья Георгиевна, Вы являетесь одним из разработчиков алгоритмов диагностики и лечения пациентов с обменными нарушениями. Расскажите, каких результатов уже удалось достичь в данном направлении и какие кажутся достиженными на Ваш взгляд? Что касается результатов той работы, которую мы провели по поводу минеральных нарушений в организме человека, это такая показательная линия достижения результата. Вы абсолютно правы, что мы можем уже на нем зафиксироваться, какой этапный эпикриз произвести. Я могу вам сказать, что когда лет 15 назад мы сфокусировали свое внимание на этих нарушениях, к нам попадали в центр очень тяжелые пациенты, имеющие множественные переломы, бурые опухоли, фиброзно-кистозные деформации костей, поражение суставов, мочекаменную болезнь, тяжелейшую, характеризующуюся большими коралловидными камнями. И мы начали собирать информацию об этих пациентах с тем, чтобы понять, в чем же причина. Причиной было такое заболевание, как первичный гиперпаратериоз, которое считалось орфанным, очень редким, встречалось только в таких крайне тяжелых формах. Прошло 10 лет. Мы создали целую базу данных, мы сделали онлайн-регистр этих пациентов. Эти пациенты сейчас имеют возможность быть внесенными в вот эту онлайн-базу любым эндокринологам в любом регионе России. Этот регистр сейчас насчитывает более 5000 человек с этим заболеванием, и это уже никак не орфанное заболевание. Сейчас мы все, и уже эндокринологическое сообщество за последние 10 лет знает, как правильно выявлять, как правильно обследовать этих пациентов, какое лечение назначать, и, что самое главное, как выявлять эту болезнь на ранних этапах. И уже есть результат. Сейчас в нашем государственном научном центре эндокринологии Минздрава России каждый день оперируется почти 30 человек, каждую неделю оперируется по 30 человек с этим заболеванием. А когда я была в ординатуре, и 15 лет назад мы только начали, я за два года встретила только два таких пациента. Вы представляете, какая важная вещь знания, знания врачей на местах, которые сейчас, заподозрив это нарушение у пациента, тут же его направляют на достаточно простые анализы, исследования кальция в крови, и имеют возможность как можно раньше этих пациентов выявить и начать лечить. И сейчас это заболевание совсем не характеризуется тяжелыми изменениями. 80% этих пациентов выявляются на ранних этапах, половина из них даже не подозревает, что у них есть эта болезнь. Это очень хорошо, это очень отрадно. Вот это вот как раз результат движения вперед, такого целенаправленного всем миром. Вот Иван Иванович сказал, мы только что с ним разговаривали, о том, что персонифицированная медицина, вообще стремление к ней, оно много чего изменило, в том числе в борьбе с сахарным диабетом. Вот на ваш взгляд, какой вклад в настоящее время трансляционная медицина вносит в персонализированный подход? Переоценить роль трансляционной медицины на данный момент практически невозможно. Мы даже еще не понимаем всего масштаба, всех возможностей, которые она в себе несет. Потому что в наш век цифровых технологий, различных инновационных разработок фундаментальных ученых, генетических учений, клеточных технологий, морфологических данных, фотоники, физики, химии, это все данные, которые по большей части раньше до клинической ситуации, до врача, который занимается пациентами, в обычной своей практике практически не доходили. И врач, для того, чтобы узнать об этих достижениях, проходили годы, десятилетия, чтобы сформировалось знание, школа, и тогда врачи начинали этому обучаться. Сейчас же мы на базе нашего центра создали уже кафедру трансляционной и персонализированной медицины. Мы всех ординаторов, которые приезжают к нам учиться, а это более 200 человек в год, обучаем всем новым принципам всех этих направлений. Они имеют возможность погрузиться в лабораторию, освоить методики и в своей обыденной клинической практике применять все эти возможности. Почему это так важно? Потому что, встречая какой-то редкий уникальный случай, или случай, который раньше никогда бы врач не распознал, он уже вспоминает про те методы генетики, клеточных технологий, патоморфологии и так далее, которые он может применить в обследовании этого пациента, в своевременной постановке диагноза, и в том числе подбору персональной терапии для него. Потому что, например, онкологические процессы, они требуют таргетных препаратов. И сейчас для каждого пациента можно разрабатывать отдельный для него характерный препарат, который будет воздействовать на мишень конкретно в его опухоли. Это очень важно, и в эндокринологии это повсеместно должно применяться. Наталья Георгиевна, все-таки не обойдем мы этот вопрос, так как вы ведущая специалист страны по заболеваниям парасчетовидных желез и нарушениям минерального обмена. И под вашим руководством создан российский онлайн-регистр пациентов, о чем вы сказали, с пермечным гиперпаратериозом. Сформирована база данных пациентов с этим заболеванием. Вот какова динамика по данной патологии в нашей стране и какие проблемы сегодня в СОЩ требует решения? Основная проблема, которая осталась сегодня нерешенной, это раннее выявление нарушения фосфорно-кальциевого обмена. Самый простой, самый недорогой анализ исследования кальция в крови. Он может быть внедрен на этапе диспансеризации. И он не возложит большое экономическое бремя на государственный бюджет. Но зато он позволит сократить миллиарды затрат на лечение осложнений заболеваний около щитовидных желез. На вот те самые минеральные нарушения. И мы сейчас работаем над этим, над тем, чтобы погрузить исследование уровня кальция в крови в рутинные биохимические анализы крови и дать возможность пациентам, предрасположенным к этим болезням, пациентам, уже имеющим развитые опухоли около щитовидных желез, либо, наоборот, недостаток кальция в организме, на ранних этапах выявить, понять, что с этим делать, вместе со своим эндокринологом принять решение о дальнейшем лечении. Это позволит улучшить жизнь большого количества миллионов пациентов и предотвратить их инвалидизацию. А что требуется, чего не хватает до данной момента? Нужно, чтобы на этапе диспансеризации было включено в перечень анализов исследование уровня кальция в крови. То есть это какая-то уже государственная инициатива, которую нужно просто внести в список, правильно? Да, мы над этим работаем. Мы надеемся, что это действительно удастся в ближайшее время. Расскажите, а вот насколько, на Ваш взгляд, сегодня практикующие врачи хорошо диагностируют у пациентов эндокринологические заболевания? В регионах, в отдаленных селах? К сожалению, судя по тому, что большое количество пациентов в запущенном состоянии, не все так благополучно. К сожалению, и тяжелое осложнение сахарного диабета, тяжелое осложнение патологии щитовидной железы, надпочечников, минерального обмена, ожирения, они все-таки в запущенном состоянии выявляются достаточно часто. Это говорит о том, что не все так здорово. Но врачи-эндокринологи, вы видите, у нас очень большое дружное сообщество, мы постоянно обмениваемся знаниями и мнениями. У нас очень активная образовательная программа для всех эндокринологов. И пополнение знаний идет постоянно и онлайн, и очно. И сейчас мы образовываем, как правильно учить пациентов жить с сахарным диабетом. Это школа для врачей и сестер, которые будут в регионах открывать школы для больных с сахарным диабетом. То есть это сеть такая будет? Это сеть, да. То есть наши усилия сейчас максимально направлены на повышение компетенций врачебного и сестринского, которые работают в эндокринологической плоскости, сообщества. Но врачей, к сожалению, для того, чтобы закрыть потребности всех пациентов, не так много. У нас есть дефицит врачей. И взрослых эндокринологов, и детских эндокринологов. Мы над этим тоже работаем. У нас уже повышается количество мест в ординатуру, количество программ образовательных, которые мы разработали, разрабатываем и направляем нашим коллегам. Мы сейчас работаем с терапевтами, врачами общей практики, потому что именно они встречаются в первый раз со всеми жалобами пациента, со всеми результатами диспансеризации, когда пациент еще ни на что не жалуется. И очень важно вот эта образовательная программа, это преемственность знаний между эндокринологами, терапевтами, педиатрами, врачами общей практики. У нас есть программа эндонастороженность. Ее уже прошли несколько десятков тысяч врачей общей практики и терапевтов. Мы уже разработали следующую итерацию с акцентами на другие заболевания. То, что у нас мы максимально прилагаем усилия для того, чтобы медицинское сообщество подготовить к тому огромному количеству случаев разнообразных эндокринных заболеваний. Эта программа большая, мы полны решимости. И мы прилагаем много усилий для того, чтобы и государство, и система здравоохранения, и все врачебное сообщество в этом участвовало. Здесь еще очень важная вещь, помимо официальной медицины и государственных подходов. Очень важно, чтобы пациент не запускал свое здоровье, чтобы он нес ответственность о своем здоровье. И врач ему дан в помощь, а ответственность и жить с этим заболеванием все-таки пациентам. Поэтому диспансеризация ежегодная, поэтому прислушиваться к каким-то и не сбрасывать со счетов какие-то мимолетные, казалось бы, признаки нездоровья – это задача пациента. Лучше раньше разобраться, не запустив болезнь, когда не будет уже тяжелых осложнений. Прийти к эндокринологу вовремя. Спасибо большое, Наталья Георгиевна. Поверьте, ваши усилия действительно видны, по-настоящему видны. И я хочу пожелать, чтобы в дальнейшем они приносили все больше и больше полезных для здоровья наших пациентов плодов. Спасибо вам большое. Спасибо вам.